Отслужили молебен и двинулись в дорогу. Свой путь верующие начали ранним утром. Дотошлы около 80 километров. Идти предстоит три дня. Сегодня в обед привал в Царевщине, потом в Курумыче и Старой Бенарадке. Паломников накормят и приютят на ночь. К долгому пути верующие подготовились основательно. У меня сбоку здесь есть каремат, то есть коврик, на котором спать, спальный мешок, сменная обувь, сменное трико, по-моему, и еще майка в запасе на всякий случай. Вот и все. В общем-то ничего. А, ну и от дождя еще дождевики есть. Воду взяли, немножечко еды от дождя. Емкость для своей воды, для святой воды емкость. Да, емкость для воды от дождя и для купания в источнике. Одеяло на всякий случай. Вдруг будет негде переночевать. То, чтобы можно было остаться на полу и не отлежать бока. А еще? Ну все, бутылочка для святой воды и иконка. Отправляться в крестный ход в первый день Петрова поста – традиция давняя. Самарцы идут поклониться иконе-избавительнице от бед. По легенде, еще до революции жительница села отошла, во сне явилась Божья Матерь и указала место, где зарыта икона. Там, где ее откопали, забил святой источник. Христиане верят – икона избавляет от несчастья. Бесплодные пары, детишек рожают. И всем, кто бы с чем ни обращался, царица небесная никого не оставляет без внимания. Главное – идти с верой, иметь желание. К крестному ходу все время присоединяются все новые группы людей. При этом автомобилистам пришлось потесниться. Сейчас здесь, на улице, демократическое движение очень плотное. Домой паломники вернутся в четверг. Уже не пешком. Поедут на автобусе. А Петров пост закончится 12 июля. Алина Чемерис, Константин Головин. События.